Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Хочу записать для вас распаковку модели Xiaomi Mi 3. Заказали мы эту модель у нашего поставщика, протестить, попробовать, показать вам, что это такое, ну и определиться для себя, популярна ли эта модель и нужно ли ее заказывать для массовых продаж. Хочу сразу так оговориться, что к дорогим моделям относимся очень скептически, потому что не покупают их так, как покупают средние категории и дешевые аппараты. В общем, модель поставляется вот в такой вот упаковке. Здесь в упаковке внутри располагается зарядка без переходничка, переходничок это уже мы пользуемся сами, и USB кабель. Больше, как таковых, здесь аксессуаров нету, здесь, в принципе, есть булавка для открытия симки, есть инструкции, ну и сама коробка открывается, вот здесь лежит зарядка, вот здесь лежит USB. Так, теперь по поводу модели. Конечно же, когда впервые берешь этот смартфон в руки, то дизайн завораживает, дизайн необычный, дизайн не повторяется, как у Samsung, у HTC, у аналогичных брендов. Все-таки это дорогой смартфон, дорогой, скажем так, небюджетный никакой. То есть, это флагманская модель от компании Xiaomi. Новинка. У нас вариант с процессором Tegra 4. В Antutu данная модель выдает сумасшедшие 35 тысяч баллов. Это больше, чем сам Xiaomi Mi 3 в программе Antutu, и даже больше, чем Samsung Note 3. По дизайну. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть большущий экран, три сенсорных кнопки, меню домой-назад. Сами кнопки имеют характерное такое вибро, не такое дешевое, как у всех других. То есть, очень так оно изящно вибрирует. То есть, это нужно только пробовать. Так даже словами не объяснить. Естественно, это Gorilla Glass, естественно, это Dynamics спереди, датчики приближения, датчики освещения, логотип Xiaomi, фронтальная камера, и здесь вот есть чуть-чуть справее от камеры, это индикатор световой, то есть, зарядка пропущенных вызовов, смс-ок и тому подобного. С этого блока у нас идет качелька громкости и кнопка включения-выключения. Сверху разъем под наушники, слот под симку и, скорее всего, микрофон второй. С этого бока нету ничего. Снизу у нас динамик и microUSB разъем. Крышка сзади выполнена из такого интересного пластика. Здесь есть логотип Xiaomi, есть надписи, есть задняя основная камера, двойная вспышка и наклеечки от производителя. Прошу заметить, что сам экран посажен, скажем так, чуть-чуть вглублен он в сам корпус смартфона. Это очень интересно смотрится. То есть, вы видите, да, что экран глубже, чем сам корпус. Значит, что у меня, какие у меня ощущения возникают при первом, скажем так, взятии его в руки. Во-первых, смартфон большеват, то есть, ну, не такой он компактный, как тот же Google Nexus 5, который я тоже держал вот-вот недавно. Большие вот эти вот рамки, но, я так понимаю, у Xiaomi это фирменная такая фишка и у RedRise модели такое было. То есть, ну, в этом нет ничего удивительного. Прошивка у нас пришла частично, частично на русском языке. Прошивку мы прошили русскоязычную, полноценную. Вручную, руками доставили сюда все Google сервисы, Play Market, и он, в принципе, заработал. В распаковке вам еще продемонстрирую результат Antutu, просто чтобы вас заинтриговать. Вы видите, что 36,170 оценка, сумасшедший результат, категория А+, и в сравнении, в рейтинге моделей, как же показать этот рейтинг моделей? В общем, не знаю, как показать. Вот. Samsung Galaxy Note 3. Вот показатели, в чем-то, вот общие баллы, общие очки 36,170, 34,652. В чем-то Xiaomi Mi 3 выигрывает, в чем-то проигрывает. Напоминаю, что графика здесь, точнее, процессор здесь, это NVIDIA Tegra 4. Четырехъядерный, в частоте работает, 1600-1810. В общем, модель, по первому моему ощущению, мне очень понравилась. Я доволен тем, как этот смартфон работает, как он держит аккумулятор, об аккумуляторе тоже все расскажу, поэтому обязательно ждем моего полноценного обзора. Все делается для вас. Ставьте лайки, кому нравится. Скорее всего, в нашем ассортименте такой модели не будет, но просто для того, чтобы вы понимали, что китайцы умеют делать не только бюджетные варианты, там, 2000 гривен, 1000 гривен, 2500, но и такие более дорогие варианты с отличным качеством и хорошей производительностью, которые могут дать фору даже топовым моделям от брендов Samsung, HTC, то есть тем брендам, или Sony, тем брендам, которые задают сейчас моду на все-все-все, на все вот эти вот мобильные устройства. На этом все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok